Пожар на Сулайман-Ту был замечен накануне в полдень. Пламенем было охвачено более двух гектаров сухотравья. В основном очаги воспламенения расположены на южном склоне горы. «За текущий год это уже шестой пожар на территории музейного комплекса. Во многих случаях причиной возгорания является жаркая погода. Когда в городе температура примерно 40 градусов, то на горе из-за того, что на южном склоне почти нет тени, температура поднимается до 50 градусов». Общая площадь музейного комплекса составляет 134 гектара. 50 из них уже очищены от сухой травы. Однако этих мер недостаточно, чтобы полностью обезопасить территорию от возгорания. Пожары чаще всего начинаются со старого кладбища, так как земля там сплошь покрыта сухой травой. «На примере многих других стран могу сказать, что кладбище ликвидируют через 30-40 лет после закрытия. Чтобы снизить пожароопасность на южном склоне, необходимо ликвидировать кладбище, а территорию засадить кустарниками и деревьями». По словам начальника пожарной охраны города Ож, пожары на горе Сулайманто происходят ежегодно, несмотря на проводимые превентивные меры и разъяснения среди населения. «Зачастую причиной пожаров на Сулайманто является человеческий фактор – спички, окурки. Чтобы предотвратить возгорание, мы проводим плановые мероприятия. Информируем население через городские СМИ о мерах предосторожности при обращении с огнём, выкашиваем сухую траву на южном склоне, однако пожары всё равно возникают». Выявить виновников довольно сложно, учитывая количество посетителей. Однако в этом году удалось задержать одного из поджигателей. Им оказался 52-летний житель Аша. «С помощью сотрудников музейного комплекса Сулайманто при попытке поджога был задержан 46-летний уроженец города Ож. Нарушитель водворён в СИЗО». Чтобы избежать очередного воспламенения, сотрудники музея работают в усиленном режиме. Если заметят возгорание, то немедленно сообщают в противопожарную службу. Кроме того, сотрудники ведут разъяснительную работу среди посетителей.